Восьмилетняя Рита никогда не поддержит в руках эти игрушки. Их положили на место ее гибели. Пешеходный переход на улице Белана. 11 сентября девочку сбил автомобиль. Водитель превысил скорость, а лежачего полицейского на дороге не было. После совершения регистрации данного происшествия, срочно в порядке, в ночь, начали устраняться недостатки по устройству шторма перехода. Установка всего комплекса, установка монтажа дорожных знаков, искусственной неравности, нанесение необходимой дорожной разметки. На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальник ГИБДД рассказывает, как после гибели ребенка муниципалитет исправлял недостатки. Для дорожных полицейских это уже почти традиция. К первому сентября составить рекомендацию. Там нанести разметку, тут установить неровность. Но на то она и рекомендация, можно не выполнять. С начала года на дорогах области погибли 9 детей. Сотни получили ранения. Первый вице-губернатор краток. Повысить ответственность в бюджете есть деньги на оборудование пешеходных переходов. Если работу не сделают, спрашивать будут по всей строгости. Решено провести месячник по безопасности дорожного движения в области. Привлечь не только сотрудников ГИБДД, которые работают по контролю за безопасность движения, но и общественность, но и все органы власти, муниципальные, сельские, поселенческие. Привести в порядок те пешеходные переходы, которые сегодня обязаны быть обустроены. За 9 месяцев 2014 на дорогах области погибло 206 человек. 1800 ранено, цифра большая, и с этим никто не спорит. Тем не менее, она ниже, чем год назад, почти на 15%. Исправить статистику помогли в том числе областные программы и международный проект РЭС-10, направленный на повышение дорожной безопасности. Липецкая область является, скажем вам, зеленой зоной в целом по ЦФО. Идет снижение и по количеству происшествий, и раненых, и по количеству погибших. В начинающемся месячнике по безопасности дорожного движения запланировано более 400 мероприятий. Остается надеяться, что после них в регионе не останется школ с необорудованными пешеходными переходами. Михаил Шишаков, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.